Девушки Докторов, такие вот настоящие Девочки, подружки Делитесь, наверное, всеми Ну, во-первых, как бы мы, помимо того, что да, мы работаем вместе Прежде всего мы друзья, мы друг друга знаем уже 12 лет, поэтому у нас Большая часть вашей жизни Да, нет такого, что мы там только работаем вместе, а в жизни мы не общаемся Мы как никто, собственно, ближе друг к другу У нас общее, собственно, все Мы вместе зарабатываем деньги, мы вместе их тратим Мы вместе живем в одном номере в гостинице А что значит, вы вместе тратите деньги? Вот какие у вас могут быть общие траты? Или вы просто на шопинг, да, пойти в шопинг В чем это выглядит? Примерно так Юля начинает бегать по всем этим прилавкам А я первое, что делаю, это Покажу в магазин и ищу место, куда бы мне сесть Подождать, пока Юля там пробежится Потом померяет А потом через час Рома Лена говорит, ты знаешь, я что-то так устала Блин, от чего ты же сидела Я взяла, я устала Вы не любите вообще шопинг? Ну, я не то, что вообще не люблю То есть я хожу туда по необходимости Вот если я понимаю, что мне уже совсем нечего носить Я иду, что-нибудь там покупаю Юля у нас уже, можно сказать, почти многодетная мама А сколько вашей дочке Вики? Так, ей три И сейчас я вам скажу точно Октябрь, наверное, декабрь, и варь, февраль Три и пять будет 23 февраля И как она восприняла пополнение? Вы знаете, как сказать, осознанно Точно вот так вот она не понимает еще, что как бы это ее братик Ну да, посмотрит, что-то подойдет Так, у нее сейчас новая тема, это конструктор Конструктор интереснее, чем братик Да, ну как бы, ну она еще осознанно, как бы, ну что она в 30-м годик Она вроде как посмотрела, да, увидела, вроде ляльчика, да, ляльчика Ну, Лиза, а потом он же еще такой маленький совсем Она еще не может его взять на руки или еще что-то Вы, кстати, очень как-то сразу в один месяц ребенку, я не вижу, где он там находился Да, ну, собственно, очень много занимаюсь с собой Бесконечные салоны красоты, куча всяких обертываний, процедур У вас фигура-то была прекрасная даже на каком месяце беременности, то, что мы можем видеть, собственно, в клипе ее белой клащи? Как это было седьмой, седьмой месяц Она вообще не поправилась, не рост, только живот В принципе, вот тут вот она управлялась Ну, наверное, я была вся в любви, собственно, до сих пор в любви Хотелось так стараться для молодого, для своего любимого мужа выглядеть красиво Потому что я поняла, что если я буду жирной, то у меня раздевут и не будет Но, тем не менее, вот то, что вы снимались в таком уже, в общем, глубоко беременном состоянии, в этом клипе Причем он физически не самый простой, насколько я понимаю Там на вас какие-то и наручники, чуть ли не кумандалы Ужасно, так было больно У меня были сняки на косточках, и руки вот эти в этих наручниках, почему-то было ужасно, на самом деле, неприятно И холодно было Она в трусах и просто в туристах Ну, и вы там вообще полностью Ленка там тоже, мы там по очереди с ней так с чаем отбаевались Ну, как бы с течением времени не возникает каких-то капризов все-таки Что, типа, ну как же так? Да что же вы не можете снять с первого раза этот дубль? Почему я должна в кандалах ходить тут в третий час? Я считаю, что настоящая артистка и актриса, у них нет понятия дублей Ну, и потом мы должны быть удовлетворены результатом Наоборот, мы кричим, давайте еще, давайте еще Может, еще один, я здесь что-то как-то не очень Это же кайф Что может быть лучше? Лена, а вот... Ну, вынужден прервать продолжение через 15 минут, не пропустите Это утро на канале России С вами Дмитрий Хаустов Просыпайтесь, тем более, что сейчас мы вновь подключаем нашу гостевую студию Там продолжается оживленный разговор Дарьи Спиридоновой с участницами скандального дуэта Тату Во время первого включения они рассказывали, как проходили съемки клипа «Белый плащ», где одна из девушек, Юля, снялась беременной Слушаем дальше Лена, а вот этот дубль, в котором вы кричите Fire! Да, поли! Да Свою беременную подругу Ну, понятно, что это все актерство Я должна была на нее смотреть Я вообще в другую сторону смотрела Знаете, как я смеялась, когда мне вот так вот делали руки Когда я просто говорю, Лена, пожалуйста, не смотря, она стояла, смотрела так мне Я говорю, не смотри, я улыбалась, смотрела вот так вот в пол Это же было безумно смешно Это хорошо, потому что люди смотрят и что они чувствуют? Это вызывает страх, это вызывает страх, ужас, отвращение Как можно вообще беременную женщину уходить? Это же даже касается такой темы абортов От чего-то, может быть, ему захочется отказаться Конечно И еще буквально одну деталь мне бы хотелось уточнить Правда, что вы снимали вот этот клип «Белый плащик» На территории какого-то то ли канализационного завода То ли еще чего-то И чтобы в любой момент туда могли хлынуть Простить о продажении потоки отбросов А вы знаете, что было самое страшное? Когда мы снимали сцену, где вот как раз-таки меня вот Распятие, что-то типа такого Лена Мирокрид, это снималось все внизу Именно в том месте, где наш манчер нам сказал Что в любой момент могут открыть кранчик И эти трубы начнут работать Могли мы в какой-то момент оказаться Среди подворота Полностью на букву «Г» Ну, я вас поздравляю, что в результате Что вы не остались в этом, да? Да-да-да-да-да Что ничего не сработало там и не хлынуло Расскажите еще пару слов про фильм «В поисках тату» Ну, что можно сказать об истории? Историю двух фанаток Вообще история вокруг как у нас, скажем так, развивается Две фанатки, которые наслушавшись, смотревшись в друг друга влюбились. Совершили убийство. Да, там, в общем, там такое безумие какое-то. А вы играете там в себя? Да, в самих себя. Непосредственно, как проект Тату. Но в вашей жизни не было каких-то таких невероятных фанатских проявлений? Были, конечно, безусловно. Девочка приехала ко мне с Махачкалы и жила у меня неделю в подъезде. Я говорю, а кому ты, собственно, приехала? Она говорит, к тебе. Я понимаю, конечно, что можно, как бы, фанатик, да? Мы общаемся, у нас есть очень, как бы, скажем так, отдельный уже круг наших поклонников, которые к нам... Отдельный, как бы, круг поклонников, которые к нам приезжают. Но мы же не можем, как бы, каждых вторых, да, брать домой себе жить. Она написала нам, мы с нами слушали какие-то песни. Она была влюблена в Юльку. Да, и мало того, что я вам скажу больше, она сделала... То есть влюблена прямо в прямом смысле? Да, она меня любила, да. Но она не требовала ничего взамен, а просто меня вот любила. Она считала, вот меня, что я тот человек, ради которого она живет. Это был эталон, там вообще во всем. Но вот вы обе из очень хороших семей. Ваш папа замечательный музыкант. Вы, в общем, с детства участвовали в Непостедах, в Яралаше. Как ваши родители отнеслись, когда вы начали работать вот в этом образе, да, любящих девушек? Вы знаете, совершенно правильно. Нажать ли они, современные люди, они прекрасно понимают, что есть какое-то понятие какой-то игры, сцены и всего остального. Поэтому они всегда нас поддерживают и всегда готовы за нас сражаться. Там они так, типа, о, целоваться будете. Я пришла, говорю, мама, а мы в клипе будем целоваться. Целоваться будете? Что, прям по-настоящему? Ну, я говорю, ну да. Ну, кстати, тоже смеялись, Ваня никак снять не могла. У нас тут люди за кадром требуют поцелуи в прямом эфире. Нет. Это мама двоих детей уже, друзья. Это мама двоих детей уже. И тем не менее этим мы уже не шокируем публику. Зачем? Есть более глобальные вещи, о которых надо думать. А во-вторых, мы когда здесь выпьем немножко, мы очень даже прям вот... Счастья вам, девочки. Спасибо вам огромное. Ну и на этом утренний информационный канал завершает свою работу. Первые часы этого дня с вами были Вера Тарасова и Дмитрий Хаустов. Напоминаю, сегодня вторник, 19 февраля. Удачного рабочего дня. И до завтра. Вера Тарасова и Дмитрий Хаустов и Дмитрий Хаустов и Дмитрий Хаустов. Дмитрий Хаустов и Дмитрий Хаустов и Дмитрий Хаустов. Продолжение следует...